Подтекаете и пукаете, не надо стесняться, включая мозг. Врач рекомендует это и потолще. Друзья порекомендовали спорт, а стало хуже. Вот мышца тазового дна. Именно она влияет на ваше недержание. Когда вы делаете скручивание на пресс, ее выдавливает. Когда вы делаете приседания, ее выдавливает. Когда вы тренируете ягодицы, ее выдавливает. И если вы поднимаете тяжести, ее тоже выдавливает. Во время упражнений повышается давление во внутрь брюшной полости. Что вызывает перегрузку мышц тазового дна. Это может привести к потере контроля над мочевым пузырем и кишечником. И даже выпадению матки. Так как тренировать мышцу тазового дна? Как ее найти? Очень просто. Тест. Попробуйте остановить поток мочи над унитазом на секунду. Затем расслабьтесь и закончите слив. Если у вас получилось, это сработала мышца тазового дна. Внимание! Это не упражнение. Это стоп-тест. Имитируйте это состояние, лежа на диване, вне туалета. И вот это будет упражнение. Старайтесь удерживать мышцы тазового дна не более 10 секунд. Потом отдых. Потом опять повторите. Потом опять небольшой отдых. Всего 1 минута в день. И это поможет контролировать ваше недержание. Если вы испытываете проблемы с поиском мышц тазового дна или ваше физическое состояние не позволяет тренировать эти мышцы, воспользуйтесь ОФБ-терапией. Если кому-то мало информации, пишите комментарии, задавайте вопросы. Сделаем дополнительный выпуск. Благодарю за внимание и чувствуйте себя комфортно.